Как прожить без смартфона в 2К19? Что значит быть фуллстеком сегодня? Как упаковать ваш бренд дорого? Как упаковать ваш бренд в погнали! Субтитры сделал DimaTorzok По бреду, который мы несем в самом начале С вами подкаст «Суровый веб» от проекта «Ювебдизайн» Выпуск уже 202-й на часах 28 мая Точнее уже 29-й, 15 минут 1-го И мы начинаем Меня зовут Александр Гончаров Меня зовут Никита Тарасов Как настроение вообще подкастовое? То есть 202-й это тяжело, интересно? Слушай, ну мне почему-то кажется, что уже нормально Я вообще какой-то сегодня свежий, более-менее Поэтому я считаю, что все будет хорошо Я прям вижу будущее нашего подкаста по ванге Проверим твой бензик на последней теме, так сказать Щупом засунем и посмотрим, насколько влажно там Насколько глубоко влажно Пустыня, я думаю Ну ладно, у нас сегодня Вообще У нас сегодня У нас сегодня, понимаешь, такие темы свежие, классные И знаешь, самое главное, что я их читал И мне самому было настолько интересно То есть вот что будет в конце Не знаешь, не как обычно, а вот Что же в конце, вот кто убийца? Я очень прям радовался нашим сегодняшним темам По крайней мере моим Не знаю, какие твои Я тоже своим радовался Это сегодня вообще хороший подкаст Несмотря на то, что всего 6 тем Спойлер, алерт Вот Но я думаю, это будет все равно интересно Да И чтобы еще больше интересных тем У нас было в подкасте Соответственно Все, кто может предложить какую-то свою интересную тему Например, может быть, свой интересный бренд раскрутить Пишите на work.sobakaevobesign.ru Да Это высший пилотаж был Ставлю маркер, чтобы не забыть подмонтировать всплывашечку Вот И мы переходим непосредственно к темам В нашем открытом браузере Кстати, как раз Команда открытого браузера Они каким-то образом соседствуют с командой другого браузера Более закрытого Вот Но не менее, так скажем Но не менее либерального Да Хороший ты эпитет подобрал Что-то я уже это У меня уже Сразу, знаешь, опять же, как Да я не буду даже историю рассказывать А ты сейчас в эту историю Короче, у меня бензик Внезапно забуксовал Прям как я тупанул И не смог сказать, что либеральный У тебя У тебя слили во дворе багаж Пока ты стоишь У меня уже на кирпичиках Ну стою уже, не еду Даже уже как бы и бензин-то не нужен Так вот, чуваки Вы-то и не знали А вышел тор-браузер 8.5 Мать его Это случилось 21 числа То есть, в принципе, неделю назад Но мы об этом вам рассказываем сейчас Вот Из фактуры Из фактуры Это первая версия Тора-браузера Который Доступен теперь для андроидов Теперь есть официальный Тора-браузер для андроида Он как-то еще странно, да, называется? Не тор-браузер А как-то там Теперь тор-браузер До этого клиенты назывались по-другому До этого Как тор-бот или там Вот, вот До этого был тор-бот Это альтернативный был браузер Который просто через тор цеплялся и так далее Вот И кроме тор-бота был еще второй Я просто сейчас скроллю, ищу И не могу найти Ну неважно, был второй Ну какой-то был еще, да Какой-то там Бот-тор Кстати, забегая вперед Скажу, что до сих пор нету Да и не будет, судя по всему Официального тор-браузера для iOS Потому что здесь разработчики пишут Что из-за ограничений Apple Логично При этом они рекомендуют использовать Onion браузер Это альтернативный тор-браузер для iOS Он есть Вот У меня друг его пробовал Он нормально работает А в чем ограничение? Мне тоже стало интересно Если есть альтернативный какой-то браузер И он нормально работает И все хорошо Значит ограничение не на сам механизм Луковой сети, так скажем А ограничение именно там Может быть тор-браузер говорит Нам надо именно Firefox использовать А не Safari Скорее всего Скорее всего, да Да, я думаю в этом дело И я думаю, что Именно Если использовать Safari Поверх То есть WebView То там все равно Не так это защищенно Как было бы Если бы это был Firefox То есть там все равно Что-то могло все снифать Возможно Вообще не анонимно То есть это по сути Просто не анонимная хрень у вас Получается В чем в принципе Apple довольна Абсолютно То есть вы пользуетесь Как бы на свой страх риск Да, вы ходите по странным сайтам Но Абсолютно Не анонимно Все все знают Да, но мы об этом знаем То есть здесь это вопрос Сугубо именно Видимо доступа То есть здесь именно Решается вопрос Не анонимности А вопрос просто доступа К тем ресурсам Которые в ваших странах По каким-то причинам Заблокированы Вдруг вы там На какой-нибудь Букинистический сайт Хотите пойти То есть он ничего Запрещенного В общем-то не делает Просто он заблокирует Потому что он нарушает Кучу там авторских прав И вы как бы Тоже их типа нарушаете Но это хотя бы там Не другие вещи Которые реально уголовные Сколько я понимаю Нарушение авторских прав Это все Административный кодекс Это просто штрафы И они посодят за это Хотя В нашей стране В какой-то стране Из-за В дружественной стране Да Из-за этого могут Возможно посадить Вот У них Кроме всего прочего Мы как бы вообще Мы теперь Аудиофрендли подкаст Мы об этом помним Я об этом По крайней мере Помню всегда Но я не могу Не сказать о том Что у нас Здесь новая иконочка И новая иконочка Для всех трех Так скажем Веток Первая это Стейбл Вторая Альфа Третья Найтли Вот И Ну и собственно Тор-браузер для андроид Он такой же Как стейбл Только с Инвертированными цветами Кстати Объясни мне А вот Найтли И альфа Он чем Отличается Вообще Найтли Это тест То есть Смотри Альфа Это тест Уже имплементировали Какую-то фичу Но ее тестят На именно Байги То есть Уже утвержденный Какой-то там Стандарт Что я не знаю Атрибут Лэйзи Для изображений Который в хроме Ввели Он уже там Чуть ли не Его в А3C Одобрило Все Тор-браузер Его тоже внедрил И соответственно Они просто тестят На багги Это альфа канал А если Найтли То это Они еще пытаются Имплементировать Какую-то фичу Которая еще нет В открытых стандартах Это именно там Ну какие-то Супер наработки Вот начальные То есть Вот Ну вот Я это вижу так Я не готов Причем забожиться Что это так и есть Вполне возможно Ну Найтли выглядит Более свежим Потому что это все-таки Типа ночной Ночной Ну они здесь И выложены Соответственно В порядке Так скажем Стабильности В порядке Свежести По По возрастанию Свежести Так скажем Тебе как Оконка вообще Ну давай так Просто вкусовщина Не знаю Не очень Вот так Мне очень нравится Лучок Их Мне очень нравится Их лучок Прикольно Что они обыграли Сделали Типа вот этот Круг лучка Но что-то Как-то слишком Это аудио Уже какая-то Программа Вот аудио Программа Вот я бы Этому лучку Был бы рад Вот чисто такому Скивоморфному Может быть Не скивоморфному Плоскому Вот Но это уже Если честно Какой-то Этот Как его Скажи мне Скажу Ну какой-то Вот Спотифай Ну просто Альфа У него даже У него даже цвет Как у Спотифай Вот загугли сейчас Как выглядит иконка Спотифай Там тоже три полоски Да Я помню Я могу с тобой Согласиться Да Что альфа И Найтли Полное говно Ну прям реально Там два из десяти Вот Но стейбл Я бы поставил Какие-нибудь Семь из десяти Я не скажу Что-то гениальное Не то что там Как там Пельмени Лебедич сделал Любимый пельмень Какой-то бред Я даже не помню Этот сарказм Естественно Мне не очень понравился Логотип пельменей Вот Вот И так же Мне не очень понравился Логотип Торбраузера Но стейбл Он все равно Классный То есть Да Я помню Тоже скивоморфный Лучок Вот И я бы его тоже Сделал Вот Красным луком То есть Ну вот Именно вот этого Сорта Ну и да Там Чуть-чуть Может быть Его там Уплощил Так сказать В угоду Опять же Уходящим трендам Уже В угоду Уплощению В угоду Ну Всеобщим Уплощению Так скажем Вот Но мне просто нравится Красный лук И сам факт Того что у них Стабильная версия Это теперь Красный лук Мне она нравится Вот это честно скажу На андроид Мне не нравится Потому что в жизни Не так В жизни Именно прожилки белые А лук красный А здесь У андроида Именно лук белый А прожилки красные Вот Это достаточно тупо Слушатели Попробуйте Просто представить Круг И у него Это вид Сверху у лука Так скажем А нет Это не сверху Это сбоку Получится Вид сбоку На лук Без Зелененьких Штучек То есть Тупо круг Идеальный круг И у него Именно четвертинка Вырезана И там виден Профиль кругов Лука На одной из половинок Вот Как-то так Я не знаю Как по-другому Это объяснить Вообще Не знаю Зачем я это объяснял Все равно Непонятно Ни хрена Вот Но Тем не менее Да Кстати Мне вот Забавляет Во-первых Из интерфейсных Каких-то штук Они вкладку Безопасность Вынесли Из лукового меню Ну потому что В самом деле В луковом меню Кроме безопасности Было Если моему другу Не изменяет память Новые Айдентити В целом То есть Чтобы ты через Другой узел Вышел Там Новые Айдентити Для этого сайта Кстати Эту фичу Насколько я понял Убрали Вот И собственно Секьюрити Ну там Еще что-то Типа Квит Тор браузер Вот И к секьюрити Очевидно Доступ Осуществлялся Наиболее часто Поэтому Ее вынесли В отдельное меню Вот Я пока еще Не успел Это оценить Потому что Да не так часто Мне приходится Пользоваться Этим браузером Мне его друг Как установил Вот Так когда Сериальная пора Какая-то происходит Вот Я Ну Расчехляю его И кстати В этом у меня Главная претензия По какой-то причине В Тор браузере Даже на самом Лайтовых Настройках Безопасности То есть практически Когда Как будто Я через айфон Зашел Так сказать С душой Или С другим органом На распашку Вот Все равно Не работает Магнит Ссылки На торрент Трекерах Ну Ты знаешь Что такое Магнит Ссылки Когда ты не торрент Файл скачиваешь А жмешь на эту ссылку И тебе сразу В торрент Клиент Напрямую Заходит Раздача Какого черта Даже на самых Низких Настройках То есть это Именно какой-то Файерфоксный Как будто бы Баг Вот И при этом В этом браузере Нету именно Пункта Где я настраиваю А там У магнит Ссылок Чтобы ты понимал У них не HTTPS Протокол У них протокол Магнит Двоеточие Два слыша Насколько я помню И там нету В настройках браузера Нигде установить Типа дефолтное Привожение Для открытия Магнит Ссылок Может быть Где-то есть Я тупица Напишите мне Об этом В комментариях Вот Но я почему-то Не нашел И соответственно Это Как бы Для меня В принципе Как Ключевой фактор Не употребляющего Никаких веществ Человека Больше и не нужна Нету надобности Использовать Торбраузер Потому как Торрента Я скачивать Не могу Соответственно На таких трекерах Как Pirate Bay Понятно что На там Альтернативных Каких-то трекерах На которых Кстати Меня друг Тоже зарегистрировал Здесь На той неделе Или на этой Вначале Я уже забыл Когда это было В понедельник Конечно Во вторник Тебе там друзья Советовали В чатах Да В воскресенье Друзья Моему другу Советовали В чатах Вот Там да Там по старинке Скачиваешь Торрент файл Просто И все Как бы И окей Но вот с Магнит ссылками Почему-то Это дело Не прокатило Вот интересно Почему Это первое А второе Это просто Мне забавный баг В торбраузере 8.5 Сломалась Хрень С сохраненными Логинами И паролями Да Вдумайся Вообще Это знаешь Как я У своего товарища Видел С которым Мы офис Снимаем Я к нему подхожу Он через торбраузер Сёрфит И у него там Закладки есть Чувак Это анонимный Браузер Это нормально Это нормально Когда у тебя В торбраузере Есть закладки Вот да Но они не браузерные То есть Как бы Ну ты серьезно Это анонимное дерьмо Но ты все равно Где-то на серверах Ну наверное Это локально хранится Очевидно Конечно же Они не забирают Твои закладки К себе И не анализируют их И не продают Потом эти данные На какие сайты Ходят Не в курсе В таком случае Вот Но это просто оксюмарон Также оксюмарон Сохраненные логины И пароли То есть Ты открыл Ходишь анонимно Но у тебя там уже Как бы Войдина Зойдина Везде Ты как бы зашел Опять же Это все равно Что с жопой На распашку Заходишь Так же Как опять же Через айфоновский Аниен браузер Ну камон Это как-то Не выдерживает критики А я как-то раз Когда мне Там одни из первых Раз Когда мне друг Установил торбраузер Я читал Там есть именно гайд Ты его открываешь И там именно гайд Типа чуваки Если вы используете Торбраузер Это еще не значит Что вы анонимны Типа читайте гайд Об анонимности Вообще в интернете И там знаешь Один из пунктов Это не нужно Максимизить Окно торбраузера То есть Если ты Зажмешь Расширить То уже могут Сработать Живаскрипт Хуки на ресайз Которые у тебя Уже соснищат Какие-то данные Ну твои данные Железо Там и все Да То есть Ты в идеале Даже максимизить окно Не можешь И не должен Для того Чтобы оставаться Полностью Анонимен Ну если ты реально Уже в маске сидишь Вот Гая Фокс Да-да-да-да-да-да-да-да-да Хотя Опять же Вот кто-то поспорит Вот например Лебедич там говорил Да По поводу Телеги У себя в последней Маленькой хреновине В маленьком ролике Вот в этом Который у него На ютубе О том Что типа Чуваки Если Телеграм Все еще существует То это только потому Что типа У американцев Сто пудово Все ключи есть Как бы да Они троллят там Россию Троллят путечку Там Жарова Кого-то еще Вот Но это Значит что у американцев Все ключи Сто пудово есть Потому что иначе Их бы уже не существовало В принципе У них бы бомбу скинули Прямо на Дубай Или где у них там Штаб-квартира Этого Лебедич не говорил Это уже мои Так сказать Догадки И все То есть как бы Телеграм существует Потому что Ну у американцев Доступы есть То есть может быть И на Торб Ну опять же Это вот просто Лебедич сказал У него нет никаких доказательств Ни о чем Это просто умозрительное заключение Вот Мое умозрительное заключение Что к Торбраузеру Тоже наверняка Доступы есть И опять же Ну что мешает Там каким-нибудь Условным силовикам Которых мы безусловно Очень уважаем Заходить на те же сайты На которые заходят Ваши друзья И так же это все мониторить Видеть Примерно понимать Я понимаю Что там Ну из-за того Что ты с другого узла выходишь Ты не можешь понять Опять же Откуда этот человек делает Там и так далее Но в принципе Когда вот я Рассуждал По поводу всей Вот этой анонимности В сети И так далее Это достаточно сложно Анонимность в сети Это дорого и сложно Вот так можно сказать И Торбраузер Это ни хрена Не гарантия Вот этого всего Я думаю Что Я закончил с этой темой Есть ли у тебя Какие-то истории Там пожелания Я думаю По поводу Дорогих силовиков Я думаю Что они Смотрят на тех И видят тех Кого Так скажем Ну Кого Точно нужно Видеть Вот А каких-то Если друзей Там друзей Друзей Которые Вы понимаете Одиночек Вот этих друзей Которые Закладки создают Так скажем Вот Я думаю Что это еще Не такая цель Огромная Для них Как только Вы станете Так скажем И тьфу-тьфу-тьфу Ну Я не буду Как Как В предпоследнем выпуске Дудя Точнее В предпоследнем Да В предпоследнем выпуске Дудя Говорит Что вы точно Станете Их целью Вот Но если вы вдруг Станете их целью То Скорее всего Вас найдут И через Тор-браузер И так далее Я думаю Я просто всегда В этом уверен Что если Ты нужен кому-то То я думаю Что Тя найдут Скорее всего Да Если ты нужен Ты какую-то ошибку Допустишь Максимизнешь окно В самый непосредящий момент И все Вот да Да Постоянно максимизирую окно Короче Это окей Классная тема Мне понравилось Я могу только сказать Что Мне не понравилось Что иконку Вот такую Сделали А так В принципе Прикольно Классно Молодцы Что-то там апдейтят Живет Хорошо Что это не Покрывается Мхом Потому что Как только это покрывается Мхом То сразу там будет Супер дырявая система И Любые чуваки Вас могут везде найти Опять же Анонимно Или неанонимно Пойдем дальше Можно Можно идти дальше У нас тут У нас тут У нас тут тоже Обновления У нас что-то Первые темы Обновлений И тут уже более Family friendly Обновления Никак Первое страшно Ты прям Мы что-то как-то взялись Так как будто мы уже Тут все Как будто мы уже реально Гай Фокса На самом деле У нас Достаточно подкаст такой Блондинка friendly Family friendly Все friendly Вот И тема про то Что Apple Втихую Подчеркиваю Выпускает iPod Touch Не нового поколения Но можно сказать Что нового поколения С более лучшим С более лучшей Производительностью Так скажем Ничего не говорится Про новые экраны Про новые технологии Там Подсветки Экрана И так далее Новые камеры Ничего это не говорится Говорится про Железо Конкретно Вот значит Пост Вышел на Apple.com Slash newsroom Прикинь Вот Уже до того докатились Что выпускают Релизы просто В бложике Практически Понимаю Что тихий релиз Понимаю Что ничего Особо не сказать Нечего Ну да Новая железка Вышла Типа Ну а что Ну короче Новые iPod Touch Чтобы вы понимали Вообще Для слушателей И для очень Ну Чуваков Которые не интересуются Apple техникой Я просто скажу Что iPod Touch Это Как iPhone Только нельзя звонить И нет Модуля Интернета 3G 4G Вот Модема Соответственно Вот этого Правильно я же говорю То есть То есть По сути То же самое Слушай Ну там Много Много Но Так скажем Вот я как вижу И даже Этого нету Touch ID Это понятно Это понятно Но Я имею ввиду Принцип Принцип Как iPhone 7 Ну Допустим Так Допустим iPhone 7 Даже как iPhone 6 Получается Раз мы уже Говорим про Touch Кнопки iPhone 6 Есть Touch ID Не 3D Touch А именно Где палец Читаю Я тебе понял Тогда Это какой-то 5S Даже 5S Он был Мать Серьезно Он был 5S Как 5 iPhone Ну Пятерка Хорошо Допустим Пятерка Представьте себе Пятерку Но которая Быстро работает И теперь Она еще будет Быстрее работать Не может звонить Напоминаю Потому что В нее поставят A10 Fusion Их чип Apple То есть Тот Который Я так понимаю A10 Это Какие-то Из последних iPhone Ну A12 Последний A11 Предпоследний A10 Это Семерка Или Восьмерка Сейчас Я тебе Скажу Это Точнее Давай Давай Подскажи Я пока Скажу Что В принципе Кроме A10 И ничего И не Сказать Но вообще По железу Еще Я могу Сказать Что сделали Версию На 256 Гигов Как вам Такое Я во-первых Смотрю A10 Это действительно Семерка Я был Прав Вот И я-то Открыл Непосредственно На Apple.com Взошел В iPod Touch Открыл Specs То есть Я могу Все Теперь По железу Сказать Хорошо Я просто Буду Говорить Литературным А ты Будешь Железячником Короче Кроме Этого Естественно Сделали Модную Сейчас Ныне AR Чтобы Работала Полностью Дополнительная Реальность Дополненная Реальность Точнее Дополнительная Реальность Дополнительная Реальность Это когда Закладки Создаешь В второбраузере У тебя потом Дополнительная Реальность Дополненная Реальность AR Чтобы ты мог Реально Там Короче Что-то Взять на камеру Смотреть На свой стол У тебя на столе Что-то происходит Например Дополненная Реальность Теперь Работает Там же В этом Айподе Таче В новом Только В новом Групповые Звонки FaceTime Пользуешься Часто Групповые Звонки В FaceTime Постоян Ну вот Да Это одна Из частых Функций Которые Я использую Вот Значит Что еще Можно сказать Расширение Памяти Кстати До 256 Гигабайт Ну нельзя Упускать Потому что Я напоминаю Что Айпод Тач Это та вещь Которая Не имеет Интернета Когда вы Вышли За пределы Вайфай А соответственно Вам нужно Будет Все Накачать Себе На Айпод То есть Дома Спокойненько На вайфай Подписались Во-первых Apple Music Оформили Скачали Выкачали Музыку Себе Все игры Установили Сейчас буду Устанавливать Все игры Даже Apple Arcade Будет поддерживать Автономную Вот эту вот Игру Поддержку Игры Значит Что еще Все вот это Себе накачали На телефончик И только потом Пошли куда-то Пошли где-то Вот Чтобы использовать Вот такая История Значит Кроме Этого Кроме Этого Типа Классно Я вижу Цену Я вижу Цену Как обычно 199 Долларов Но Я потом Смотрю На раскладку По гигабайтам А так как Гигабайты В iPod Touch Это одно из Главных Одно из Главных Вещей Как мы понимаем Потому что Все хранится На телефоне На iPod Поэтому Соответственно 299 долларов Уже 128 гигабайт И 399 долларов То есть 400 баксов По сути Это 256 гигов За ту самую модельку 400 долларов Это Ну Практически iPhone Практически iPhone То есть Покупать В таком Ну В таком Случае iPod Не совсем Понятно Зачем Только если Поностальгировать По сути Да Разные цвета Это прикольно Да У них Разные цвета У них Золотые Вот эти Розовые Синие Короче iPod Как всегда Очень цветастые Классные Такие прям Именно яркие Короче Как и всегда В принципе У меня все Из литературного Можешь подкинуть Что еще Такого Что по железу Да слушай Знаешь Я вот смотрю Есть такой сайт AppStudio.org И там Именно Охренетительные Таблицы Сравнения Apple Девайсов То есть У меня Например Когда мне Дядя Звонил Давид Не помню Когда это было Может быть Месяц назад Может быть Что-то такое Да Где-то Месяц назад Это было Я на 9 мая Как раз Настраивал Его новый Айпад Вот Там вышел Именно Как оказалось Я-то и не знал В 2018 году Вышел просто Айпад Без Там Про Без Air Без говна Просто Айпад Новый Вот И он тоже Там какой-то Очень дешевый Был Ну там Какие-то 20 тысяч рублей От 20 Вот И он Достаточно Неплохой Был И Чтобы ты Понимал Айпадов Их уже Реально Очень много То есть В смысле Типов Айпадов Да Есть Айпады Про Айпады Air И просто Айпады Вот То есть Уже Практически Как макбуков Больше Чем макбуков Вот Вот да А еще Айпады Мини Есть Забыл Простите Ну айпады Мини Как бы Это Ладно Это вообще Другой Форм-фактор Но вот Есть Именно В 2008 Восьмом Году Вышел Айпад Просто Айпад В 2018 Простите В восьмом Еще не вышел Первый Первый Айпад Вышел В десятом Так вот В 2018 Году Вышел Именно Айпад 6 Так скажем Вот И он Достаточно Неплох Так вот На этом Сайте Все еще Нету Нового Айпод Тача Не успели Мы свежак Да Вот Я поэтому Одним Глазом Смотрю На Предыдущий Айпод Тач 6G Ну Шестое Поколение Да Вот этот Он именно Седьмое Поколение Видимо Поэтому Он как Седьмой Айфон По Процу Ну Что Может быть Поэтому Ладно Слишком Вытянутый Из пальца Да Но я пытаюсь Оправдать Что они Такое Старье Делают Очевидно Старье Из-за денег Чтобы дешево Было Вот И здесь Я не вижу Ничего Вообще Интересного С точки Зрения Именно Пользоваться Им Как Девайсом Для Соц Сетей Например Ну там Условно У тебя Там Жопа Выдает Wi-Fi AC Со скоростью Полторы тысячи Гигабита В секунду И ты всегда можешь Пользоваться Иподом Тач Здесь Слабая Камера Относительно Для блогинга Для каких-то Таких вещей Даже Так она Такая же Как в шестом Поколении Понимаешь Так вот Именно А шестое Поколение Вышло На секундочку В 2015 Году Да Я вот тоже Открыл И смотрю И это Ну страшно Камон Чуваки Там даже 60 фпс Full hd Не снимает Мне только Знаешь Одно Вот Таким Особняком Стоит Это то что iPod touch Вот этот новый Поддерживает H265 Кодек Уже Как бы Ну достаточно Новый Так скажем Вот Ни с хрена Поддерживает Его То есть И он И записывает В нем Я не знаю Можно это Выбирать Или нет Просто там Написано Записывает Либо H265 Либо H264 Но H265 Он же известный Как H-E-V-C Хевк Так скажем Как выбирать Я не знаю Не готов ответить Но это и не важно В общем Суть в том Что Он и проигрывание Поддерживает И соответственно Запись В таком формате Но в общем И в целом Какой-то кусок говна То есть Даже нету Вот Никита Как пользователь Тоже Одного из новых Хайфон Ты пользуешься 3D-тач Честно Скажи Когда ты Именно Сильно Давишь На экран Я Честно Граем Просто Может быть Старик Но я Практически Нигде Не использую Это Даже Не практически Я уберу Это слово То есть Нигде Не использую Это надо Себя Заставлять То есть Надо Как-то Привычку Поиметь Где-то Прям Хотеть Это Именно Надо Первые Десять Раз Себя Заставить И тогда Я сейчас Себя заставил Срабочий Остал Сразу Открыть Директ Например Если Ты Лэри И тебе Там Много Пишут Твои Так Видишь Ты все равно Зайдешь Проверять Ленту Ну Типа Это На самом деле Настолько Неважная Хрень Это очевидно Неважная Хрень То есть Отвечая На твой вопрос Разумеется Это Неважная Хрень Это Всего Лишь Ты Выбираешь Место С которого Ты Войдешь В приложение Так Директ Есть Действие То есть Сразу Посмотреть Лайки Комменты И так Дальше Ну Вкладка Действия Соответственно Можно Сразу Открыть На Камере Или На Новой Публикации Например Это Удобно Если Ты К этому Реально Привык Так Вот Даже Если Ты Этим Хочешь Заниматься У тебя Не будет Возможности Это Сделать На iPod Touch Не Будет Не Будет Может Быть И К лучшему Давай Я просто Расскажу Что Я-то Был Пользователем Не знаю Как наши Слушатели И зрители Но Я-то Был Пользователем Четвертого Поколения iPod Touch А ты Был Пользователем У тебя Было iPod Я Первого Поколения Был Пользователем Реально Первого У меня все еще Есть Это Круто Это Тоже Отдельная История Да Я Просто К тому Что Тогда Мне Это Оказалось Достаточно Логичным То есть Купить Когда мы В Штатах Купили iPod Короче С Саней И Использовали Каждый И я Мог сидеть На Wi-Fi Условном Короче И вообще Жить И вообще Было Классно Сейчас Как-то Технологии Настолько Шагнули Что iPod Touch Новый Выходящий Кажется Уже Ну типа Супер Нелепой Темой К сожалению Давай Придумаем Хоть одну Нишу Людей Я тоже Хотел Я тоже Хотел Придумать Чуваков Которым В натуре Будет Круто Использовать iPod Touch Я Сразу Почему-то Думаю Что это Именно Какие-то Шкальники Должны И вот Думаю У меня Тоже Именно Шкальники Студенты Представляются Которые Возможно Используют Это Как Гейминг Платформа Хорошо Допустим Могут Но Типа В чем Именно Плюс Чтобы Купить Такую Хреновину А не Телефон Раз Ты Шкальнику Только Деньги Я так Понимаю А вдруг Ты Позвони Хочешь Шкальнику Своему Узнать Как Он Покушал За 600 Рублей Ну Это Как То Вот Если Это Знаешь Как Физическое Ограничение Того Чтобы Он Не Играл На Уроках Так Вай-фай В школе Наверное В американской В каждой Ну Короче Мне Мне кажется Его там Выдают Как-то Там По талонам Мне Почему-то Кажется Это Очень Дерьмово Скажется На Да ты Господи Тебе Другие Школьники Раздадут Инет Ну Серьезно Согласен Нормальный Пацаны С айфонами Тебе Раздадут И вы Вместе Пойдете Apple Arcade Харина Fortnite Точнее Какой Apple Arcade Кому это Надо Нормально Фортик Блин Не знаю Давай еще Кого-нибудь Придумаем Больше Никто Вот На самом деле Никому Нахрен Айфон Та сейчас Не нужен Только Поностальгировать А за такие бабки Ностальгировать Ну типа Это тупо Немножко Я просто Пытаюсь Подумать Вот Музыка Например Придется Из Apple Music Сохранять Именно себе Понятно Что сейчас Не надо Кайтюнсу Подсоединять И реально Закачивать Это Ну Это было бы Вообще До свидания Ну Слушай Ты вспомнил Времена Ну Слушай И тем не менее Действительно Вспомнил Я помню Там добавляли Возможно Мы так и делали Ну мы добавляли В медиатеку Папочки добавляли Вот Вот именно Поэтому Допустим Даже если ты можешь Это реально На Wi-Fi Подгрузить Давай представим Что он Очень долго Держит заряд Например Я не знаю Ну конечно Если ты не используешься Интернетом На телефоне Ну тоже будет Классно держать заряд Попробуй Просто зайди В Авиарежим Хорошо Пусть это будет Именно для Каких-нибудь Богатых чуваков Это просто Их плеер То есть Это богатые Не молодые чуваки Не знаю Джонни Депп Допустим Взяли его Богатого Он уже не богатый Правда Мне кажется Раздели все его там бабы Насколько могли Не знаю Брод Питт Богатый Не молодой чувак У него есть Айфон Он сел в самолет Куда-нибудь лететь Из Лос-Анджелеса В Сидней Один из самых Долгих рейсов Хотя по идее Не должен быть он таким уж долгим Насрать Не важно Долгий рейс Допустим У Брэда Питта Долгий рейс Да Он не купил себе Вайфай на самолете Он просто Не купил Он же богатый И старый Зачем ему Вайфай Вот именно И книжку Которую он с собой взял Он уже прочитал Он взял Да Она была еще в такси прочитана Вот да Он реально по старинке Накачал себе Какого-нибудь Блэк Сэббота Ну что-то То есть он нашел время Нашел время Когда накачать Ну в такси Пока он еще у него Ловил таксичный Вайфай Он зашел в Apple Music Нажал добавить В медиатеку Себе Каких-то вот Именно любимых альбомов Юности Откинулся в кресле Своего бизнес-класса Своего Private Jet Возможно Я не знаю Сколько он богатый Там, где Вайфай раздается Я думаю Там, где он Умышленно отказывается От вайфая Для того, чтобы Словить Опять же Ностальгию Ну то есть Тоже твой ответ План ностальгировать Просто я пытаюсь Именно Ну как бы Вот Обрисовать Просто поностальгировать Пытаешься Я просто помню Когда я только Начинал Ты-то богатый Уже был же Старый Поэтому Ты сейчас Ностальгируешь Ты как Брэд Питт Садился Смешно Да У меня просто До iPod Touch iPod Mini Еще был И это тоже Та еще Он еще не показывал Экранчик Я деткам Объясняю Ну там В смысле Показывал А не Он показывал Но в смысле Я имею ввиду У него не был Такой экранчик Как мы привыкли Видеть телефон Цветного экранчика Не было Монохромный Был экранчик Конечно Это когда в змейку Можно было играть На нем Насколько я помню Колесом Именно крутить Как она будет Поворачиваться Да Это именно Змейка Ага Змейка всегда Раннер Она же всегда Без перерыва идет Ты ее не можешь Остановить В этом собственная Сложность игры Ты должен Ей управлять Именно на ходу Она там еще Какает Писит И ты должен В какашки Не вмазываться Именно вмазываться Вмазываться Это уже про другое Это первая темка Про это Вот Короче говоря Ну видимо Поностальгировать Не знаю Напишите в комментариях Что вы думаете По поводу нового iPod Touch Вот У меня Действительно Вот Это вот Ладно мы Нам с тобой Реально уже много лет Мы уже сыпаться Скоро начнем Реально Мы на него смотрим У нас ностальгические Воспоминания О каких-то историях Я помню Как сейчас помню Где я свой первый iPod Touch покупал На Авито с рук Мы встречались Как раз У пединститута У главного входа Где Я не помню Мы уже учились Наверное учились Это был что-то Первый курс Например Института Вот И Аль Вот новое поколение Вот сейчас Я не знаю Егор Крит Ему 25 лет Как бы он Младше нас Ну ладно Не Егор Крит Выглядит старше Правда Согласен Неважно Ну какой-нибудь 17-летний чувак Он смотрит На iPod Touch Вот Как он вообще Это воспринимает Как виниловый Я думаю Что Да Я думаю Что для него Это печатная машинка Абсолютно Потому что Ну короче Не знаю Ну Тогда Пойдем дальше Раз мы не знаем Давай Давай Пойдем дальше Мы пойдем дальше Между прочим На самую классную темку Сегодняшнего подкаста Правильно я говорю? Да Да Это каждая Самая классная темка Всякого нашего подкаста Вообще В принципе Потому что Это SmartApe.ru Вот это То что не устаревает Я тебе скажу Не как iPod Touch Я сейчас сразу вспомнил Что опять же Мы с тобой В этом подкасте Неоднократно говорили Что Кто-то эту фразу Сказал Типа Уилса Кома Что Айфоны Красиво стареют Что даже Условно Айфон 4 Сейчас на него Смотришь Он прикольный То есть не как Смотришь там На Samsung Galaxy S1 Просто И он не прикольный Кусок говна Абсолютно Да Просто хочется Выкинуть с балкона И все Даже бомжам не отдать Потому что Ну зачем Чего их травмировать Они просто Плюнут тебе в лицо За то что Ты их так не уважаешь Вот А SmartApe Он классно стареет Но он просто И не стареет Потому что Здесь ребята Настолько быстро Подстраиваются Под все Самые современные Тренды Скорости Надежности И современности То есть все Там Мои любимые Сверхбыстрые ВПС На NVMe SSD У которых Скорость записи До 2000 Мегабит В секунду И скорость Чтения Там 3,5-3,800 Мегабит В секунду Я считаю Я считаю Что Вот Если Не Использовать Какие-то Serverless Штуки Типа Облак Амазоновских Или Каких-то Там еще Я даже Не боюсь Отрекламировать Амазон Во-первых Безос Самый богатый Чувак в мире Во-вторых Амазоновское Облако Это уже Нарицательное Это как Ксерокс Как бы Ты имея ввиду Копировальный аппарат Говоришь слово Ксерокс Хотя по факту Ты можешь быть И на Брадер Каком-нибудь Копировальном аппарате Будешь что-то копировать Или на HP Вот Поэтому Вот Амазоновское Облако То есть Если не Амазоновское Облако То Смарт Тейп Потому что Есть разные Нужды Есть нужды Когда надо Выполнить Какие-то Там Штуки Один раз На Инстансе Потом его Погасить И забыть Про него Заплатить Там Миллиард И все А вот Смарт Тейп Во-первых Здесь не нужно Платить Миллиард Здесь очень Демократичные Цены Реально Здесь еще Гигантские Скидки Если платить На несколько Месяцев Вперед Плюс Здесь бесплатный Тест Десятидневный Я вообще Не понимаю Как можно Вот просто Вот ты сидишь Ты слушаешь Наш подкаст Уважаемый Слушатель Зритель И ты Просто Вот взять И попробовать Максимальный Классный Сервак NVMe Hyper Например Который стоит Там 12 тысяч В месяц Если просто Так покупать Или 6 тысяч В месяц Если купить Сразу на год Почему просто Его не взять На 10 дней Бесплатно И не погонять Там свои апки Не задеплоить Их туда Не посмотреть Как они там Быстро работают Просто Это значит Это как Бесплатно 10 дней Покататься На ламборгини Да Конечно Или на BMW Семерке Просто Пожить Нормальной жизнью И потом Не сможешь жить Уже старой жизнью Понимаешь Ты поймешь Что все Все хорошее Это вот здесь Smartape Вот именно Поэтому Чуваки Ныряйте По ссылке Реферальной В описании In the description Box below Если угодно И поддержите Наш проект Наконец-то Уже Как-то хоть Потому что Если вы Через нас Купите себе Счет на Smartape Мы Получим С этого Ништяки Именно Ништяки Я буду Мы как бы До этого Называли Вещи Своими Именами А здесь Я как бы Пестики Печинки Мы ништяки Получим Да Evobesign.ru Там есть Все Да Там тоже есть Реферальная ссылка Либо просто Под роликом Либо в описании К подкасту В iTunes Я тоже туда Кладу эту ссылку Чтобы вы вдруг Могли и оттуда Туда перейти И оттуда Туда перейти Что я опять сказал Все Мы закончили С этой темкой Дальше у нас Крис Койр Ну-ка Вот Давно не было Мне кажется Ну Не так давно Как хотелось бы Во-первых А во-вторых Ну здесь у нас Опять лонг рид В прошлый раз У нас кажется Был Да я не буду вспоминать У нас было Два лонг рида Именно от него Там было что-то Про разделение Фронтендеров На верстальщиков И джаваскриптеров Да А вторую Я не помню Про что Ну какой-то он Вялый был Не такой Он постоянно Холиварное пишет То есть Я такое чувство Что он уже Ну Не спускается До каких-то Более приземленных тем А он такой уже Что значит Быть или не быть Там Все значит У него Согласен Он же Уже у него Вот это Адреналиновое голодание Он же хочет Именно Блин Там Гей или не гей Там Фулл стейк Это гей Ну что-то такое Вот именно А мне только Такие заголовки Впрыск адреналина Вызывает У него Тут блины Между прочим У него тут Полные Панкейки Да Короче говоря Что означает Быть Фулл стек Разработчиком Вот такой Громкий Заголовок Он сегодня Нам предлагает И не менее Громкое Собственно Обсуждение Этого Заголовка Вот Он Его недавно Разработчик Спросил На той же Конференции На которой Он был Вот Что Типа Так много Людей Которые Выходят И представляются Типа Я Фулл стек Разработчик И они Это делают С таким Как бы Пафосом И с таким Именно Гордостью Что Как-то Ну вот Ну и вот Тому чуваку С крисовым ковером Захотелось Это обсудить Что именно Во-первых Люди имеют ввиду Когда говорят Что они Фулл стек Разработчик Во-вторых Почему с такой гордостью С таким Пафосом С таким Каким-то Ну почему именно Так они Это преподносят То есть Казалось бы Ну никто Не говорит Там Я Софтвер Инженер Я Софтвер Архитектор Да Как бы Ну говорят Да Я Софтвер Архитектор Там В гугл А здесь Фулл стек Разработчик Как пластический Хирург Опять же По МТВ Начало 2000 Вот Поэтому Конечно У них Завязался Разговор По этому Поводу И Традиционное Объяснение Такое Человек Который Называет Себя Фулл стек Разработчиком Может делать И работу На фронтенде И работу На бэкенде Это традиционное Объяснение И блин Я должен был По Ведению Правильному Ведению Дискуссии Тебя сначала Спросить Что бы Ты сказал Под Термином Фулл стек Я могу Это сделать И просто Сейчас Вот если бы Я тебя До того Как дал Это Формальное Традиционное Определение Спросил Что бы Ты мне Ответил Для меня Фулл стек Разработчик Это чувак Который Может И спереди И сзади Традиционное Традиционное Объяснение Традиционное И нетрадиционное Объяснение Так скажем То есть Он может И просто Что-нибудь Сверстать И может То есть Он В натуре Фулл стек Он может И сверстать И может И джаваскрип Чуть-чуть Ковырнуть А может Еще и взять И на ПХП Чуть-чуть Написать Вот это Фулл стек Классический Такой Чувак Который Сам Один Делает Весь сайт Вот слушай Ты круто Зашел Потому что Крис Корр Эту тему Дальше Разматывает Он кстати Сразу Осекается Так сказать И добавляет К традиционному Объяснению Что сейчас Не только Спереди И сзади Но еще и Сбоку То есть DevOps DevOps Ну может быть Может быть Четарик То есть просто С гитом Уметь нормально Работать Потестить Уметь И Задеплоить То есть Getting Sites to Production Это тоже Ну в каком-то Не в каком-то смысле Это и есть DevOps Собственно Вот То есть Это тоже нужно Так вот И дальше Он разматывает Он и Крис Коир Наш автор Что А вообще Ну давайте По составу Разберем Ну фулл понятно Полный То есть Ты все можешь Да А что такое Стэк И он говорит Давайте вспомним Вообще-то Стэков Их много И вот Ну там Раньше Традиционным Стэком Был Ламп Линукс Апач Майскл Пичпи То есть Это такой Ну как бы Стэк Дефакто Двухтысячных Я так понимаю Ну и может быть Там начало десятых Что-то Как-то так То есть Это Линукс Операционная Система Апач Это Веб-сервер Майскл Это база Данных PHP Это Непосредственно Язык Программирования К которым Осуществляется Доступ К этой Базе Данных И скрипты Которого Выполняются Маршрутизируются Веб-сервером То есть Апач В данном Случа Который Уже Выполняется На Операционной Системе Здесь Стэк Подразумевает Вообще Все То есть От Операционной Системы На которой Выполняется Веб-сервер Работает Собственно И база Данных До Языка Программирования То есть Это Достаточно Обширный Набор Знаний Вот И На самом Деле Вот Фуллстэк Разработчиков Таких Так скажем Ну то есть Это Сложно Знать Линукс Нормально Уметь Накатить Полностью Весь Софт Обезопасить Его Через Firewall Раньше Через IP Tables Например Обновлять Его Настроить SSH Доступ Вот это Все Это Не все Могли Мягко Скажем Если Говорить Про Веб-сервер То есть В данном Случа Apache Тоже Как он Работает Сто пудово Мало Кто Скажет Кроме Реально Таких Девопсов Девопсов Или Как работает Nginx Ну в Общих Словах Наверное Я поэтому Не назвал Вообще Люди Ну Fullstack Это то Что чувак Умеет Сбоку Потому что Ну это реально Вот именно Эта часть Всегда Отнимает Очень дохрена Сил Чтобы выучить Поэтому я назвал Только перед Ну хотя бы Чувак Ну типа Он языки Программирования Да Он короче Не лезет Типа В серваки В железо Но хотя бы Вот это Ну вот Дальше Об этом Будет Что Раньше Stack Он видишь Включал В себя Все То есть Прямо В названии Lamp Stack Была Именно Операционная Система Ну и Веб-сервер Соответственно Дальше Ситуация Немножечко Изменится Но я вот Вернусь Туда То есть Он должен был Знать Именно Короче Мало Кто знает Из ныне Живущих Из ныне Живущих Не Девопсов Как вообще Работает Веб-сервер По крайней мере Именно Такой Цельный Веб-сервер Который Там Apache Ленин Jinx Понятно Что Свой Веб-сервер Который Ты на Экспрессе Написал На Ноде Ты Примерно Понимаешь Как он Работает Потому Что Он Выполняется Внутри Node Environment А Apache Это Извините Меня ПО Написанное Там На Сях Которое Ну Блин Оно Поглубже Немножечко Чем Ваш Сервак На Node Или Там Nginx Тем более Вот Здесь Собственно Крис Койр И говорит Что Я Как бы Вроде Ну Типа Fullstack Но Очень Такой Приближенный Fullstack Потому Что Про Linux Я Вообще Мало Что Знаю Кроме Того Что На Нем Чтобы Какие-то Адреса Заблочить На Какие-то Сделать Передирект И все И то Скопипастить Из гугла Что Что Касается MySQL Тоже Сами Запросы MySQL Я Не готов Много Написать И Каких-то Сложных То есть Очевидно Что Приходится Работать Именно С Какими-то Обертками В случае С Вордпресс Вп Квери В случае С Другими Какими-то Фреймворками Пиде О Была Такая Штука Ну И Есть Собственно Это Такой Класс Который Для Работы С Любыми Базами Данных На самом деле Там И SQL И No SQL Базы Данных Через Него Можно Было Работать Это Абстракция Над Работой С Базами Данных В PHP Вот Если Говорить О PHP То Я Тоже Его Знал Только Вот В Разработчик Не То Что Full Stack Я Вообще Даже Не Девелопер Вот Но С Другой Стороны Хоп Хоп И Я В Принципе Могу Полностью Сделать Сайт Под Ключ Типа Так Вот И Здесь Ну Тут Понятно Что Это Вроде Как Full Stack Это Просто По Тебе Чувак Который Может Весь Сайт С С С Ну Ля Да На Каком Нибудь Там Ну Не Очень Классном Уровне Но Для Какого То Мелкого Бизнеса Какое Решение Он Может Сделать Так Вот Но На самом деле Есть До Мин Расшифровывается Как MongoDB Express Angular Node И Как Ты Видишь Здесь Осталась База Данных В данном Случа MongoDB Остался Веб-сервер В данном Случа Express И То Опять же Это Фреймворк Для Ноды На Котором Пишется Веб-сервер Собственно Нода Как Среда Для Выполнения Бэкэнда Приложения И Angular Это Front Обратив Внимание Операционка Ушла То Есть Уже Нет Линукса Или Абсолютно Насрать Где Задепло Ищешь Это Приложение Потому Что В сущности Тебе От Сервера Нужен Только Софт Тебе Нужна Mongo И Тебе Нужна Нода Все Больше Тебе Ничего Не Нужно Ну Опять же Angular Если Ты Его Уже Сбилдил Он Сервится Через Nginx Или Apache Но Это Не Неважно Это Какой-то Веб-сервер Он У тебя Тоже Уже Есть Как бы И Все Это В том Числе Пошло Потому Что Появилось Большое Количество Сервера Ласрешений То Есть Опять же Таких Как Amazon Или Что-то Еще Или Heroku Где Ты Просто Депло Свой Прил И Тебе Наплевать Как Он Там Именно Работает На Каком Linux На CentOS На Ubuntu Или На Friah Прости Господи Тебе Наплевать Какой Веб-сервер Твою Статику Раздает Nginx Или Apache Или Что-то Другое И И Иис Не Дай Бог Опять Ну По сути Потому Что Ты Не Сам Обслуживаешь Сервак Понимаешь Компетентен В широту Но Более Компетентен Скорее Сего В глубину Потому Что Приложение Это Уже Посложнее Стали С Приходом JavaScript Они Стали Уже Какими-то Реактивными Они Стали Уже Какими-то Такими Весомыми Уже Очень Много Кода На Клиенте Происходит Уже Бэк Уже Через Шаблоны Ничего С Бэка Не Приходит Сервер Сайт Рендеринг Ну Но Очень Много Рендерится Уже Непосредственно На Клиенте То есть Здесь Мы Видим Перекос Уже В сторону Ну Как бы В сторону Frontag Гру Сказан Перекос В сторону Непосредственно Программирования А не Администрирования Или что-то Еще Поэтому В современном Мире Fullstack Разработчик Это тот Кто Просто Все Пишет На JavaScript Вот И Он Как бы Понимает В принципе И Как Написать API И Как написать Front Который Использует Эту API Поэтому Говорит Тут Как бы Причем Опять же База данных Может меняться То есть MinStack Это Абстрактная Хрень Вместо Angular Может быть Vue Или React Вместо Monge Может быть Там Хоть Firebase Хоть Fauna Хоть Postgres И Express Тоже Не обязательно Использовать Потому что Роутинг Может быть И На Клиенте И Может быть Ты Сам его Хочешь Написать Вокруг Node Http Может быть Ты Коа Какой-нибудь Используешь Вместо Экспресса То есть Опять же Это уже Показывает Нам Что Понятие Fullstack Разработчик Мутирует Со временем И в принципе Когда люди Ну возвращаясь К Изначальному Вопросу Почему люди Так с гордостью Представляются Fullstack Разработчиками Просто Они Ну таким образом Пока что Они до хрена Знают Типа Вот И Здесь На самом деле Я могу Так сказать Что Так Сейчас Я посмотрю Какой вывод Делает Крис Корпуш Почему-то Я забыл Ну он здесь Говорит Что вообще Как бы Гордость Это конечно Хорошо Но гордыня Это грех И не надо Чувствовать себя Всесильным Потому что Все равно Ну вот И это дальше Уже Как бы И мой вывод В том числе Fullstack Разработчик Это Не только тот Кто вот это все делает Он еще тот Кто анализирует Вообще Ну то есть Он В каком-то смысле Может в архитектора Перерасти Который уже Непосредственно Код не пишет Он придумывает Архитектуру Приложения Как это все должно Между собой сообщаться Чтобы впоследствии Не возникло проблем С масштабированием Там с какими-то С тем Как логика действует И так далее Какие-то Вопросы Производительности Должен решать Может быть Что-то выделить В микросервис Там и так далее И тому подобное То есть Это то Во что в принципе Может вырасти Именно Fullstack Разработчик Потому что Быть С хорошей Экспертизой И на фронте И на бэке Ну это Практически Невозможно Мы с тобой В этом подкасте Обсуждали Тему Что fullstack Это вечные Мидлы Если помнишь Да Громкая была Да Я считаю Что это Не лишено Истины Потому что Свои условные 10 тысяч часов Чтобы получить Какую-то экспертизу Ты не можешь Потратить И во View И в Node То есть Да Это и то и Другой JavaScript Но подводных Каких-то Камней Каких-то Деталей Каких-то Тонкостей В том числе И по Производительности И по Каким-то Именно Логическим Штукам Они разные В этих Двух Так сказать Местах Вот И если Именно Ты Ну как бы Квалифицируешься Как Fullstack Разработчик Как человек Который Связывает Вот это Все То ты Как бы Уже Если В этом Дальше Будешь Прокачиваться Опять же Свои 10 тысяч Часов Тратить На Связь Бэка И фронта То ты Уже Архитектор И это Как бы Не стрёмно Это Классно Это Здорово Я Например Сам бы Хотел быть Именно Архитектором Вот Как в Матрице Конечно Вот Чтобы ко мне Кто там К архитектору Нео только Приходил Или кто-то С ним Еще Общался Возможно Мировинген Конечно Смешно Да Ну короче Говоря Вот И Ну и в конце Криской Рассаживаешься Типа Чуваки Вы когда Fullstack Представляетесь Вы Не забываете Что веб Он большой Реально И вот Вы Вы-то Настолько Большие Чтобы Прям С гордостью Говорить Что вы Прям Fullstack Fullstack То есть Я понял Крис Аквера Просто бесит Что чуваки В натуре Просто Хвалятся Очень сильно Ну да Да Но он Здесь Без токсичности Он очень Мягко И обходительно Как и Подобает Жителю Западных Стран Но и Тем не менее Видно Что его Немного Фрустрирует То что Люди Ну так Как бы Так лихо Выпендриваются И да Интересная тема Классная Мне нравится Что Крис Кор У нас уже Выступает Как практически Основополагающая Тема Подкаста Потому что Тогда тоже Когда мы Смотрели И про Я не знаю Кстати Fullstack Это вечный Middle Это его тема Была Мне кажется Нет Нет Это вообще Что-то Если мне Помимо А вот Именно Прошлое Тоже Про Определение Именно Про Самоопределение Про Определение Вообще Этого Фронтендера Это Круто Короче Крис Кор Он молодец Он реально Поднимает Контровершиал Такие вопросы Которые Прям Ну Вызывают Мне просто Мне хочется Вот понять У тебя Вообще Какие ассоциации Эта тема Вызовала Вообще О чем Ты Что-то Представил О чем Ты думал Стоп Ну смотри Ты меня слушал И что-то Вот у тебя Перед глазами Плыло У меня Что плыло То что Я действительно Сейчас для себя Понимаю Что Фуллстэк Название Очень сильно Сейчас Ну изменилось То есть реально Ранее Фуллстэк Это был чувак Тупо Лэмп Стэк А сейчас Это вообще Чувак Абсолютно другой И Я не знаю Кстати Именно чуваков Которые Говорят Что они Фуллстэки Но они Фуллстэки Именно Вот Короче В новых Технологиях Понимаешь Да Мне кажется Сейчас Уже чуваки Гордятся Что они там Супер Джаваскрипт Чуваки Либо Супер Бэкэнд Чуваки Но именно Фуллстэковых Таких чуваков Которые И то И другое Могут Короче Я что-то Как-то Уже Все Мне кажется Это слишком Сложно Особенно Ну даже Даже вот Мин Стэк Где ты Должен Экспрессочем Быть Монгодибишечем И нодычем Ангуляричем При этом Короче Не знаю В общем Это все Очень сложно И в натуре Мне кажется Фуллстэк Это как-то Кажется страшным Кажется страшным Честно тебе скажу Вот примерно Такое у меня плыло Это просто еще Говорит о сложности Проекта Если ты можешь Быть фуллстэком Ты скорее всего Это просто Не очень сложный Проект На котором И опишка Это просто Крут операции По факту Чтение Запись Редактирование Удаление Например И сам фронт Тоже там Какие-нибудь Таблицы Кнопочки И там Пара списков Ну условно То есть Тогда конечно Это можно быть Фуллстэком Без базара Вообще То есть Ну реально Это не Рокет Сайенс Совсем Но если Пошли Какие-то Уже Серьезные Моменты То конечно Нужны более Глубокие Экспертизы Чем у Фуллстэков Нужен именно Полноценный Бэкэнд Разработчик Полноценный Фронтэнд Разработчик Именно Которые В своих Конкретно Технологиях Потратили Очень много Времени Вот И нужны Свои Девопсы Потому что В девопсах Тоже сейчас Очень сильно Все развивается Вот И если Раньше Реально Все там Знали Как Через SSH Скинуть Там Настроить Apache PHP И MySQL На стандартных Настройках И в принципе Для каких-то Локальных Бизнесов Для которых Вы делали Сайт Этого Было Более Чем Достаточно То вот Например Мы с Никитой Делали Более Серьезный Интернет Товаров Или 25 тысяч Товаров Я честно Говорю Ну как бы Много Достаточно Для Вордпресса Это была Серьезная Нагрузка И на базу Данных И на сам Сервак И так далее Вот И там Уже Прям Было Тяжело Именно По нагрузкам Нужно Было Более Лучше Разбираться В Железе В Настройке Серверов И это Конечно Уже Опять же От сложности Уже Зависел Челлендж Который Вставал Перед Fullstack Разработчиком И то Мог ли он его Так сказать Выполнить Или нет Этот челлендж Так что Вот Как-то так Практически Челлендж Everything Вот так У Fullstack Хорошо Хорошо Пойдем дальше В принципе Я думаю Можем Да Следующая тема Это Как прожить В 2К19 Без смартфона Схабра Чувак Написал Статью Про то Как он реально Вот До этого Времени Ну-ка До этого Времени Да До этого Времени Потому что Свежа Кстати Не пользовался Смартфоном Вообще Именно Как своим Девайсом Не пользовался Значит Чувак Не подумайте Ничего Я сразу Объясню Чувак 33 года Программер Из Санкт-Петербурга Значит Он вообще Работает В IT-сфере Это Тоже Немаловажно И у него В принципе Смартфон Есть И у ребенка Даже Уже Есть Короче Естественно Вот И Он Даже Делает Мобильные Разработки Занимается И у него Есть свой Сайт Который Мобайл Френдли На 100% И он Даже Эмигрировал В Европу По работе То есть То есть Показывает Что Он Не Просто Отшельник Да Там Где-то Живет Не знаю В Сибири И он Даже Не В IT А он Именно Достаточно Передовых Технологий Мужик И Короче Значит Такой Говорит Типа Не Использовал Смартфон До этого Времени Вот Реально И Я Понимаю Да Что Это Супер Странно Короче У меня Просто В какой-то Момент Стало Это Челленджем Именно Просто Вот Быть Без Смартфона Значит Этот Челлендж Я устроил Он Около 10 лет Длился Такой Челлендж Ни хрена себе Я-то думал Там Какие-то 30 дней Нет Он 10 лет Ну В смысле Он Вообще Не Пользовался Смартфоном Что Ты Понимал Вообще То есть Вот У тебя 10 Поколений Айфонов Дома Лежит С первого А у него Короче Не было Никогда Но Слушай Если У него У сына Он Пишет Был Это Понятно Он видел Их Как Он понимал Что Это Он даже Говорит Что Он даже Говорит Что Он иногда Если что Берет Смартфон Если Срочно Требуется Типа У кого Ни У друга Берет Там Или Еще У кого Нибудь Но По факту У нас В своем Пользовании У него Нет Телефона Именно Смартфона Так У него Есть Телефон Вот такой На фотографии Собственно Представлен Значит Смотрим Какие Плюсы Какие Плюсы В порядке Приоритета Он Говорит Сразу Оговорюсь Он сказал Что Это Полная Хрень И Это Абсолютный Бред И Короче Так Делать Не Надо Не Советует Значит Погнали Плюсы От того Что У тебя Нет Телефона Смартфона Первое Не нужно Париться О зарядке Заряжает Телефон Примерно Раз В неделю В две Недели Даже Последний Раз Уезжая В отпуск Не брал С собой Зарядку Потому Что Был Уверен Что Телефон Не Разряется За это Время Не Распыляет Время На Постоянные Уведомления Просмотра Обновлений При Любой Выдавшейся Свободной Минуте Особенно Это Касается Работ И Меньше Отвлекаешься Значит Ты Более Сконцентрирована На Работе Далее Не Тратить Деньги На Новые Телефоны Не Следить За Обновлением Не И Знакомых Постоянно Залипая В Телефоне В Гостях Например Но Это Скорее Про Воспитание И Вежливость Еще Ему Не Надо Покупать Мобильный Интернет Вообще Потому Что Телефон Не Вывозит Хотя Это Сомнительный Плюс Потому Что Цены Достаточно Низкие И Можно Удивлять Людей Сообщая Что Не Пользуется Не Пользуешься Смартфоном Никогда Не Пользовался И Все Охренеть Как Удивляются И Грит Надо Сказать Что В Его Вообще Окружении Только Его Бабушка Которая 92 Года Такая Ж То есть Остальные Все Со Смартфонами Вот Ну и Главный Для него Плюс Это То Что Не Зависит От Наличия Розеток Типа Очень Грустно Смотреть Как Люди Сразу К Розеткам Присасываются На Любом На Любой Ну и Про Распыление Внимание Он тоже Считает Что Это Достаточно Важный Пункт Что Типа Много Сил Отнимает Постоянная Проверка Что У тебя Там В Телефоне Пришло А Теперь Минусы Минусы В Приоритетном Порядке Отсутствие Во-первых Камеры Под рукой То есть Упустил Тысячу Моментов Которые Следовало Бы Запечатлеть На Память Лишь Чтобы Поделиться С близкими Или Например Нужно Сфоткать Документ Или Наоборот Получить Фотографию Соответственно Не может Может Заблудиться В своем Даже Родном Городе То есть Понятно Что Это Особенность Памяти Можно Наизусть Выучить Или Например Навигатор Чисто Отдельно Купить Тем более Что Он В машине Либо Запоминает Изначально Из дома Смотрит В интернете Как Проехать А потом В машине Вспоминает Либо Пользуется Бумажной Картой Прикинь Бумажной Картой Есть В этом Опять же Чтобы Паностальгировать Есть В этом Какая-то Возможная Шар Далее Нет возможности Раздать интернет На ноутбук То есть Приходится Вай-фай Искать И так далее Особенно Если ты IT-чувак Для тебя Это критично Хотя Опять же Можно Купить Свисток Если ты Понимаешь О чем И свистеть Ужасно Не хватает Переводчика В кармане За границей Или Вики Чисто Читнуть То есть Что-то Узнать Новое Скучно В очередях В дороге В любых Других Местах Где все Нормальные Люди Листают Ленты Слушают Музыку Играют Или Смотрят Видео На музыку Можно Себе И под Тач Взять Вот Некоторые Люди Смотрят На меня С сочувствием Или Как На нездорового Когда Узнают Что у меня Нет Смартфона Не хочу Каждый раз Объяснять Уже устал Тяжело Поддерживать Отношения С друзьями Которые Общаются В WhatsApp Например Я Как и положено Программист И немного Интроверт И не люблю Когда мне Звонят И сам Не очень Люблю Звонить Общение Через Сообщение Это отличный Способ Поддерживать Связь Соответственно Он Это делать Не может И в Последнее Время Стали Появляться Сервисы Которые Пользоваться Без Смартфона Шеринги Ну и Вообще До хрена Мы сами Знаем То есть Много Приложений Очень полезных Есть Соответственно Он Это все Ничего Не может Вот Он Говорит Что Если Хотели Попробовать Попробуйте Но Я считаю Что Незачем Себя Искусственно Ограничивать Лучше Научиться Фильтровать Или дозировать Бесполезную Информацию И активность Эту Заметку Я решил Написать Потому Что Собираюсь Прекращать Челлендж И в скором Времени Стану Полноценным Современным Человеком Со смартфоном Инстаграмом И постоянной Потребностью Зарядки Да Эпично Написал В конце Я тоже Я когда Вместе С канцелярией Нашей Смотрел Эту темку Меня тоже Именно Зацепил Так сказать Зацепил Это Тупое слово Понравилось Завершение Вот это Да Он кстати Программист Дотнет Если что Ну это так Короче Смотри Давай так Давай прикольнемся А это кстати Прикольчик На самом деле По факту Если так уж Хотеть Без смартфона Можно жить До свидоса Смотри Покупаешь В натуре Трубку За 600 рублей За 800 Самсунг И все Айпод тач У тебя есть Считай Новый Айпад Покупаешь Айпад Покупаешь Все У тебя проблемы С картами С фотографиями Ни с чем У тебя нет Причем в айпэде Там можно 3G взять Да и все Конечно В айпэде Ты живешь На интернете У тебя даже С интернетом Нет проблем Понимаешь То есть Ты Полностью Значит Антисмартфон Гай Хотя По сути У тебя Собранный Смартфон Так Если вдуматься То есть У тебя Как бы Как нож Разбирающийся Вот Но Ты типа Будешь всем Говорить Слушайте Я смартфоном Не пользуюсь И достаешь Свою трубку За 800 рублей Потом Хоп Айпад Про Достаешь Через секунду Со стилусом И начинаешь Короче Apple Pencil Или как он там Называется Я Закокетничаю Конечно Я помню Что он Apple Pencil Называется Поэтому Да Ну Как тебе вообще История То есть В принципе Ну это Блин Ты же понимаешь Что Челлендж Состоит в том Что Айпэда Про У тебя тоже Нет Конечно Я понимаю Я понимаю Что у тебя Ничего этого Нет Смартфона Подобного Дерьма У тебя Никакого Нет Ни Айпода Тача У тебя нет Ну ладно Айпод Тач Еще Как бы Ну Хотя Тоже На Wi-Fi Ты тоже Будешь Прилипать Тоже Палево Просто Айпод Какой-нибудь Именно там Мини Нано Что там Есть сейчас Есть сейчас Какие-нибудь Айподы Не тач Ну Допустим Я правда Не знаю Интересно Есть они Или нет Ты К примеру Приобрел Реально Такой Айпод Типа Чтобы музыку Слушать Ну да На БУ рынке Где-нибудь Там Что-то Ну а смысл Типа Ты мог Вообще Плеер Любой Купил Плеер Просто Ну Сони Ну понятно Ну просто Ты купил Apple Плеер Потому что Он тебе Нравится Положим И все Именно Положим Положим По-моему Положим Все-таки Что смартфон Надо купить Как бы Я не знаю Короче На самом деле Прикольный Челлендж Чувак Достоин Я не знаю Оскара Достоин Гиннеса Потому что Это прям Реально Прикол Чувак Айтишник С трубкой Nokia Какой-то За 800 рублей Интересно Интересно Что-то еще Можно сказать Такое Хотя Вот как мы Понимаем В нашем Обществе Сейчас Уже Можно Заменить Найти Заменители Смартфону Именно Как Девайс И окружить Сюда В общем-то Можно Но Зачем Да Видишь Еще В общем-то Можно Некоторые Люди Могут Тем более На работе Настолько Наглеть На Wi-Fi И на всем Могут Просто Ноутбук Открывать В какой-то Момент Если Хочется Прилипнуть Где-нибудь Что-нибудь Поэтому Можно И на ноутбуке Так сильно Залипать Что Смартфон Как бы Не понадобится Можно Так Наблевать От Соцсетей Интернета На ноутбуке Что потом Тебе выйти На прогулку Будет За радость Понимаешь Да И ты Будешь Забывать Так сказать Свой смартфон Или даже Ты будешь С ним Но ты просто Ты кремень И ты не открываешь На нем Ничего И все Я думаю Такие возможности Ну да Ну вообще Мораль Мораль вообще Сей басни Всей Что кремнем Быть прикольно В том плане Что лучше уж Тогда Запретить Самому себе Именно Плохие привычки Какие-то Со смартфоном Связаны Вот И Только его Использовать Когда Когда в натуре Есть досуг Скажем Ну Я не знаю Что еще Здесь добавить Такая Достаточно Говорящая Тема Ну да Вот Чуваку Наверное Респект Почему бы и нет Как бы У него руки Конечно Такие прям Сильно Морщинистые Руки золотые Не Просто реально Как будто Ему не 33 А 53 Ну так Ты без смартфона Ты 10 лет поживи Там Год за два Я понял Да Ну ладно Ладно Тогда пойдем дальше Пойдем дальше Перед тем Как дальше Пойдем Ты что-то Наверное Хочешь сказать Вы же знаешь По Мамам Я что-то Хочешь Что-то сказать Из-за Я хочу Стишок Прочитать Во-первых Короче Кто-то Наверняка Хочет нас Поддерживать Вот например Ты Слушатель Вот ты Вот лично Ты Или например Вот Ты смотришь Может быть Сейчас подкаст Наш Как тебе идея Нас поддержать Например Очень легко Это сделать На Patreon.com Slash YouWebDesign На Патреоне Есть все Чтобы получить Удовольствие От того Что ты Поддерживаешь Нас Причем В прямом И переносном Смысле В переносном Имеется ввиду Что Мы просто Будем знать И молиться За тебя Практически Свечку Ставить За то Что ты Нас Поддерживаешь И Какую-то Сумму Нам Жертвуешь А в прямом Это получить Может быть Какие-то Ништяки О которых Саня Сегодня уже Говорил Имеется ввиду Получить За свой Пледж Определенный То есть В зависимости От того Сколько ты Заносишь Получить Например Какие-нибудь Стикеры Приятно Приятно Получить Что еще У нас А что мы еще Сейчас получаем А мы сейчас Ничего Больше не получаем Из физического Из физического Вроде бы Нет Да Получить Доступ К Подкастам Которые Практически Это отдельные Подкасты К прешоу То есть К тому Как мы готовимся К подкасту Вот к этому К данному Это же круто Круто То есть Все это В прямом смысле Тебя Заставит Кайфовать Ты слушатель Ты Поэтому EvoDesign.ru Slash Patreon Наоборот Точнее Patreon.ru Slash SmartApe В смысле Ты понял Короче Уже в наперстки Играть Короче Patreon.com Slash EvoDesign Заходите У нас есть ссылка В описании Знаешь Я хочу еще Из неочевидного Сказать Что У нас На Патреоне Также доступен Подкастов Аудио Для 10 долларов Патронов Выше И там Именно повышенное Аудиокачество Там повышенное Аудиокачество И повышенная Скорость Доступа На день На день Раньше Во-вторых Там Лучшие Качества И вот Например Костя Наш дорогой Патрон Он говорил Что прям Слышно На ухо Так скажем Если вам На ухо Медведь Не наступил То вы Услышите Разницу В звуке И она Именно Причем Я могу Сказать Это Ограничение Так скажем Оно Не связано С тем Что мы Уже Из пальца Высасываем Так скажем Ништяки Для Патреона Нет Просто На Патреоне Хостинг Бесконечный И туда Реально Можно заливать Файлы Каждый раз По 200 мегабайт Один подкаст А Просто Вот нам Хранить 200 выпусков Каждый По 200 мегабайт Это достаточно Накладно Поэтому У нас Именно Как Умпутун Завещал Подкасты С пресетом Войс То есть Там Буквально 96 килобит В секунду У нас Битрейд Потому что Ну у нас Голос Человеческий Голос У него Вполне Такой Тембр Фиксированный Тем более У нас Здесь нет Сопрано И меца Сопрано Среди нас Сколько я помню Это женские тембры Ну тем смешнее Вот да Мы в основном Так Чисто Басом Баритоном Тоже Вот И короче Говоря Это норм Это как бы Достаточно Понятно И это В радио Такой Битрейд Используют То есть В принципе Это норм Но Для Патреона Мы готовы Выкладывать Именно в хорошем Качестве Потому что Вообще-то Мы записываем На хорошем Оборудовании В принципе Можем себе Позволить Более хорошее Качество Выдавать Вот И поэтому Выдаем его здесь Здесь безлимитный Хостинг Для Крейтеров И это Круто Это круто Здесь можно Еще и послушать Именно Но там Не то чтобы Стерео Очевидно Что стерео Быть не может Потому что Мы пишем В один канал Я в один канал Ты потом Это просто Сводим В моно Так скажем Хрень такую Вот Ну там просто Какие-то тембры Другие Там сцена По-другому Строится То есть там Ну там Поинтереснее В целом Это звучит Тем более Что мы опять же На хорошие микрофоны Это пишем Если бы мы Сидели с Никитой В одной аудитории И писали На стереопару То есть на два микрофона Которые рядом стоят Которые просто Или на чайную пару Хотя бы Хотя бы Да То именно На патреоне Был бы звук Вообще космический У вас было бы ощущение Что вы с нами В комнате Третьем сидите Вот И в принципе Это кстати Тоже там Определенная идея Для именно Звука на стриме Например Мы можем убрать Микрофоны Из-под ртов наших Выставить их Направить на нас Увеличить гейн И будет просто Классный стереозвук Это кстати Вот у меня идея Родевайз буквально Она мне на самом деле Сегодня раньше еще Родевайз Я хотел до тебя Ее донести Вот я донес ее Прям на Подкасте Короче Согласен Какого я слышу Евэбдизайн Чуваки Будьте зайками Короче да Че По Следующей темке Да Я тоже буду зайкой Расскажу вам Про следующую тему Называется она Мошенники И ЭЦП Все очень плохо Для Тех кто не знает ЭЦП Это электронная Цифровая подпись Вот Для тех кто пользуется Какими-нибудь там Клиент банками Юридических лиц И так далее Они знают Что есть такие токены Так называемые Или там Пользуются Бухгалтерскими Какими-то программами Которые тоже защищены Электронными Цифровыми Подписями Сейчас на самом деле Даже врачи Уже Врачи Могут Выписывают Больничные Работодатели И как бы По линии Изобразил Отматывание Отматывание Цифровые подписи Их выпускают Удостоверяющие Центры Это частные Компании У которых есть Лицензия От Минкомсвязи Вот Я не буду Рекламировать Я просто Опять же Из-за того Что в поликлинике Работал Там Мы много Дела имели С электронными Цифровыми Подписями Я знаю Несколько Организаций В Челябинске Которые Этим Занимаются И Это Действительно Просто Частные Компании У которых Есть Лицензия Это делать Чтобы Выдать Электронную Цифровую Подпись Достаточно К сожалению Даже Сканов Документов Ё-моё Вот То есть Именно Паспорт Если я не ошибаюсь И снилс Да Вроде так И На самом деле Конечно Решение Проблемы Крайне Простое Введите По закону Что для Генерации Электронной Цифровой Подписи Нужны Только Оригиналы Документов Все Конец Не будет Ни одной Больше Проблем Тем более Что даже Опять же Инсайдерская Вам информация Даже в Сдеке Это не реклама Кстати Сдек нам Предлагал Интеграцию Но я им Вовремя Не ответил И потом Они мне Уже Не ответили Ну вот Мы и Интегрировали Да Чуваки Сдека Можете Выйти На связь Так вот Даже Кстати Я их не из Очень хорошей Страны Хотел Хотя Может Из хорошей Не знаю Короче Чтобы теперь По Сдеку Получать Что-то Даже Права Не подойдут Нужен Только Оригинал Паспорта Соответственно Чтобы Отправить Тоже Вот И Это Видимо Сделано Потому что Были Какие-то Мошенники Которые Получали Чужие Посылки По Сканам Паспорта Я не знаю Как там Это Происходило Или Отправляли Бомбы Я не знаю Сдеком По Сканам Паспорта Потом Каких-то Людей Вязали Вот Ну то есть Даже в Сдеке Уже Только Оригиналы Нужны А вот Электронную Цифровую Подпись Оформить По которой Потом Взять Ипотеку Это Конечно Да Это Можно И Так Ну Анекдот Просто Камон Почему Просто Не ввести Это В закон Непонятно Кстати Вот здесь Есть пункт Как От этого Защититься Автор Напишет К сожалению Никак Нормально Реально Если вдруг Вы передали Свои данные А он тут Пишет Еще Что В принципе Скан Паспорта Ну Ладно Говорит Мои У меня Там Ну Много Где Что Бывает Я Там Где-то Оставлял Документ Но Жена У нее Сканы Паспорта Только В зеленом Банке Хранились Потому Что Они Оформляли Ипотеку Она Была С Банка Либо Через Человека Снимающего Обременение В Росреестре Ну Ипотеку Видимо Выплатили Либо Через Человека Принимавшего Документы В МФЦ Ну Утечка Была Вот Могла быть И тут Как бы Ну Единственная Защита Это реально Не жить Жизнью Не предоставлять Нигде Свои документы Сканы Какие-то Не делать Там И так далее Но это Сложно Это практически Невозможно Это как без Смартфона А жить Примерно Тоже нормальная Тема Я думаю Это даже Сложнее Чем жить Без смартфона Ну То есть Без шуток Это прям Ну Это сложно Вот Кстати Из вот Таких тем У меня Есть На почте Электронная Цифровая Подпись Например То есть Я могу Без Паспорта Получать Посылки По номеру Телефона Мне приходит Код Я его диктую И получаю Посылку Мне не обязательно Подтверждаешь Что я гончаров Я могу Просто с телефоном Гончарова Прийти Хотя я буду Бубликов Какой-нибудь И все И получить Посылку Не знаю Хорошо Это или плохо Тут вообще Никаких Удостоверяющих Центров Нет Это просто Это называется Электронная Цифровая Представляешь Сейчас все Бубликовы Напряглись Которые нас Слушают Пошли Получать За тебя Ну Согласен Это конечно Сначала Напряглись А потом Расслабились Потому что Можно же Пойти И получить Главное Представляешь Как бублик выглядит Расслабленный То есть Он вот Когда напряженный Оп И расслабился Бублик Расслабленный Это когда ты его Макаешь в чай уже Он же именно Поплыл Читарик Там еще В чай уже Круги пошли Фиолетовые Потому что Пальмовое масло Вышло Как бы И как бензин Выглядит На чай уже И да Поэтому Расслабленные Бублики Это Поплыл Себя Вот Да Короче говоря Это наверное Не электронная Цифровая Подпись В общем виде Это какое-то Просто подтверждение По коду Вот Но Да Это конечно Это беда Какие у тебя Никита Ассоциации Вызвало Эта тема Ассоциации Вызвало Что мы Возможно Сейчас только что Напугали Всех чуваков Которые и так Знаешь Боялись Всего На свете И не давали Нигде свои данные Там и так далее И кто в ВК Знаешь Не под своим Именем Фамилии Там под другой Фоткой Там и так далее Вот мы таких чуваков Сейчас еще больше Напугали И они сейчас вообще Никуда ходить не будут Ничего делать не будут Вот Мне кажется Мы страшные люди Ну слушай Такая у нас Работа пугать Чуваков Бубликовых Да Да Все бубликовые Напряглись Напрягать Бубликов Чем занимаешь Погнали Вид деятельность Напрягая Бубликовых Ладно Давай Вообще Смотри Темка Темка Последняя Темка Последняя Но не совсем Последняя Так что Не переключайтесь Какая упаковка Выглядит дороже Написано А мы ее Прочитали Как упаковать Ваш бренд Дорого С виси.ру Статья Статья От неких Punk Your brands Чуваков И короче Эти Punk Your brands Рассказывают Рассказывают Они здесь Приводят Несколько Своих Кейсов Поэтому Будет даже Прикольно Посмотреть Что они Сами Сделали А вообще Эти Punk Your brands Я так понимаю Тоже Тоже Какая-то Маркетологическая Или как Это Маркетинговая Агентство Я даже не знаю Как это Называется Короче Вот Рассказывают Вообще Как Сделать Ваш Продукт Таким Образом Чтобы он Выглядел Как Что-то Причем Лакшери Что-то Такое Прям Блин Дорогое Например Первое Нужно сделать Ему Богатый Вид Богатый Вид Как Это Сделать Например Вы сразу Здесь Видите А я Просто расскажу Слушателям Что здесь Есть Доширак Чуть ли Не В золотой Упаковке Такой Прям У него Даже Вот Эти Палочки Для Еды Тоже Какие-то Супер Хромированные Золотые Какие-то Крутые До свидос Так вот И богатый Вид Вам Оранжевого Цвета Фирменного Этикетку И Уже Выделяется Обычно Этикетки Какие-нибудь Белые Или Какие Ну Вот А здесь Оранжевый И Прикольно Но Вообще Богатый Вид Это Не Только Оранжевая Этикетка Это Просто Вот То Самое Золочение У Шампанского Сверху Да То есть Кажется Что-то Праздничное Прикольное Или Например Богатый Вид Вот Здесь Вот Уводки Дальше Но Я Просто Скажу Почему Это Нужно То есть По сути Некоторые Вещи Нельзя Сделать Дороже Именно По Качеству То есть Вот Например Водка Да Водка Она По Качеству Ну Практически Вся Из одной Бочки Там Есть Качество Спирта Окей Но В каком-то Сегменте На каком-то Сегменте Бабла Она Уже Останавливается Все Лучше За Какие-то Бабки Уже Вот Все Сделана Самая Лучшая Водка Представляете Себе Да И Это Возможно Не Самый Высокий Порог Денег За 500 Рублей Бутылка Это Максимальное Качество Водки Допустим Плюс Минус Но Люди Продают Водку И за 5000 Рублей И больше Вот Например Crystal Head Вот Здесь Водочка Она Продается За 5000 Рублей И выше И Только За счет Того В охраненной упаковке Вот вы видите То есть Бутылка Для слушателей Бутылка В форме Черепа И Такие стаканчики Тоже в форме Рюмочки В форме черепа Соответственно Скал Такие Как бы Прикольно Круто Балдеж 5000 рублей Отдал Водочки Выпил из такого И Нормально Или например Опять же Богатый вид Apple Watch Обычные Apple Watch Самые дефолтные Стоят 500 долларов Да Apple Watch Series 4 С поддержкой GPS И сотовых сетей А аналогичные Которые Apple Watch Hermes Или Hermes Hermes Первая не читается Hermes 1400 бачей Понимаешь То есть Вот Ремешочек сменил Буквально Дизайн циферблат Кастомные Интересно Можно Как-нибудь взломать И поставить себе Обычный На необычный Это Если ты Full stack Lamp То ты можешь Потому что Linux можешь Вот Короче Например Опять же Дальше Blackstar Ну Blackstar На самом деле Абсолютно Идентичные Здесь просто Прикол Что На Алиэкспрессе Такие же Наушники Есть Как и Blackstar Ничем Не отличаются Просто На Blackstar Написано BS Вот Или Но Знаешь Это не всегда Не для всего Это круто То есть Для вот Таких Вот брендов Это прикольно Вот Например Для Вина Где уже Точно Все знают Про Какую-то Определенную Марку Вина Как вот Например Шатоше Вальблан 1947 Года 1947 Которая Стоит Немного Немало 135 тысяч Долларов За бутылку Да Для него Не надо Никакую Упаковку Я согласен То есть Вон там Запылившиеся Бутылочки Как бы И нормально Заходят Тоже на ура Это первое Как сделать Свой бренд Крутым Выглядящим Богато Сделать Не как все Например Второй пункт Сделать Не как все Тоже вариант То есть Например Вы в каком-то Сегменте Например Какой-нибудь Дефолтной Воды Сразу возьмем Здесь Вот есть Например Премиальная Вода Воз И Сделать Ее Чтобы Она Выглядела Так Как Ничто Не Вот Вода Так Не Должна Выглядеть Здесь Вообще Бутылка Выполнена В каком-то Я не знаю Стиле Типа Как Могут Шампунь Например Сделать Какой-нибудь Модный Или Я не знаю Даже не знаю Что можно еще В такие бутылки Делать Абсолютно Неудобная Я думаю Тара Но Тем не менее Она сделана И Обращаешь Внимание Если будет Много воды Стоять В обычных Бутылках И рядом Вот эта Премиальная Водовоз Ты сразу Понимаешь Что это Премиальная Вода Правильно Правильно Или вот Например Опять же Водка Нефть Даже вообще Не в бутылке А в каких-то Банках Таких Типа Как баррели И хочется Прямо В натуре Взять Водка Нефть Здесь Прикольно Они рассказывают Про свою Про Черное И белое Просто Извини Перебивай Черное И белое Интересно Чем Отличается Не знаю Возможно Ничем Я вообще Не уверен Что есть Такая Водка На самом деле Да Почему Нет Воз Точно Есть Премиальная Вода Я видал Ну Воз Есть Сейчас Попробую Водку Нефть Гугла Пока Ты говоришь Да Еще Прикольная Тема Пока Ты гуглишь Они здесь Рассказывают Про свой Кейс Они делали Бренд Пива Пес Далис Я Специально Разделил Паузой Чтобы быстро Не говорить Пес Далис Так вот Пес Далис Это действительно Dog And Fox Dog And Fox Марка Они Прикольную Этикетку Разработали Что там С нефтью Давай Скажи Она Есть Стоит 2700 Рублей За 0,7 Это Австрийская Водка Вот И сейчас Самое Последнее Это Отличается Или Черное От белого Потому Что Судя по всему Нет То есть Они Просто Есть В скобках Черная Упаковка Есть В скобках Белая Упаковка Все Ну 2700 Рублей Есть У нас Здесь На Пушкино Так Недалеко Там Где я Живу Там Есть Винный Бутик Магия Вина Там Можно Купить Окей Прикольно Надо брать А Причем По бреду И нельзя Купить Ее Нет В наличии Это Под заказ Вот Там Из водки В наличии В этом Магазине Есть только Кремлин Авард А есть Такое Реальное Название Кремлин Авард Стоит 1300 Как бы Не сильно Дорого Ну Как вариант Но Да Короче Бренд Пива Который Вот эти Пацаны Продвигали Девчонки Пес Долис И Здесь Прикольно Сделали Именно Вин Точнее Это же Пивас Вино Хотел сказать Пивас Он во-первых Такой Немножко Пивной Бутылки Винной Наоборот Бутылки Пивас Да Высокая Длинная Да Но самое Прикольное В этом То что Они сделали Этикетку Как бы Таким Отрывающимся Кожаным Кусочком Дерьма Кожаным Кусочком Лоскутком Который Ты Отрываешь Соответственно Ставишь На стол Кладешь И у тебя Это по сути Подставка Под Твой Бокал И все И все Понимаешь Круть Выглядит Крутно Оно еще Естественно Там очень Круто Выгравировано Там На коже Пес Долис Все это Происходит Значит В общем Круть Круть Например Но Некоторые Например Любят Минимализм То есть Вот здесь Минимализмом Тоже можно Выделиться Имеется ввиду Например Нордический Минимализм Вот здесь Как бутылка Ос Хотя Бывает Именно Супер Кич Который Очень зря В глаза Бьет Прям Вот как Например Русский Шик Вот здесь Вы видите Короче Ну Просто Представьте Опять же Слушатели Как выглядят Именно Старые Флакончики Из-под Каких-нибудь Жестких Духов Типа Красного Октября Шипр Шипр Вот прям Да-да-да Шипр Да-да-да Именно Вот Короче С вензелями Практически С лепниной На Флакончике Это не очень Кейс Хотя Я поспорил бы Я поспорил бы С автором статьи Потому что Мне кажется Это сейчас Наоборот В моду Входит Вот именно Нарочитый Вот этот Шик Чтобы Прям Отвратительно Было Это мне кажется Сейчас круто Наоборот Ты имеешь Золотые вензеля Опять же По середине Мезетинцев Блин золотыми вензелями Бигнаверс Да Бигнаверс То есть Я абсолютно Считаю Что это Как раз Наоборот То есть Сейчас Все что Антитренд Постирония И все это Мне кажется Наоборот Это лучше Охренеть У нас Кстати На Кировке В военторге Продают Шипр Причем Там Задешево Это именно В Китае Уже его делают Опять же Из порошка Вот Там же Где пиво Гублей 500 Там 200 300 Что-то Типа того Прям захотелось Купить Потому что Реально Ты идешь И от тебя Пахнет Как от Старика 150-летнего Конечно Конечно Вот именно Далее Премиальные Тренды Имеется ввиду Что Вы можете Использовать Какие-то Цвета Которые Может быть Какие-то Решения Которые Именно Сопутствуют Премиальному Чему-то Вот например Золотой цвет Который так Используется В шоколаде Понятно Что Бабаевский Например Вот этот шоколад За 50 рублей В магните Она не будет Казаться тебе Чем-то Премиальным Ты на нее Смотришь И просто Понимаешь Что Ну блин Бабаевский Но Это просто Как бы Вообще Шоколад Ассоциируется С какими-то Подарками Обычно В подарок Шоколад Дается Не только Жрется Сам И это Как бы Символ Чего-то Такого Подарочного То есть В принципе Золотой цвет Здесь играет Подарочный Оттенок Немножко То есть Его можно Не стремно Просто Сунуть Преподавателю В университете Я имею ввиду В смысле Про шоколад Не подумайте Ничего другого Вот Здесь они Опять же Рассказывают Как они Разрабатывали Бренд Мама Я поел Мама Я поел Тут надо Сразу вспомнить Как ты сегодня Вспоминал Что у нас Был Либо магазин Либо Столовая Мама Мне ко второй Там именно Мама Мне ко второй Мама Мне ко второй Да И это Мне кажется Это какая-то Кафешка была Я ищу Мама Мне ко второй Арт-кафе В Челябинске Да Да Оно рядом С университетом Находится В том-то и прикол Что Мама Мне ко второй Естественно Как вы понимаете Паи Паи Вот Мама Я поел Они кофейню Брендировали И там Тоже все такое Золотыми написано Чтобы вы понимали Что Блин Что-то какое-то Крутое место А не очередная Фастфуд Забегалов Как здесь написано Что еще Что еще Например Ваша Обертка Может быть Просто лакшери Потому что Она запакована Еще так Круто То есть Внутри Все очень Круто обработано Пока вы достаете Вы просто Настоящий Оргазм рук Получаете Так скажем Вот Или например Есть какие-то Выгравированные Может быть Надписи Как здесь Вот на коробках То есть Прям очищаете Когда трогаете Эту коробку Что-то там Какие-то есть Углубления Очень кайфовые Или как вот Например Здесь на Ти Смит Бутылке Наклейка Которая Специальным Короче Специальным Стилем Шрифтов Короче Там Прям Надпись Охрененно Выгравирована Просто Дозвидос Короче Ти Смит Вот Это все Опять же Влияет На восприятие Вашего Бренда На восприятие Вашей продукции Соответственно То как вы Оформите Коробку И Эко-тренд Это И Интересно Или не И Нет Не И Еще Эко-тренд Ну Просто скажу Сразу Что Мы все Наверняка Сейчас знаем Опять же И опять же Не знаю Это Текущий Тренд Или Уходящий Я думаю Что текущий Все-таки На экологичность То есть Сделать Упаковку Такую Которую Реально Можно переработать И люди Скорее Отдадут За Такую Упаковку Больше денег То есть За ваш За ваш Продукт Больше денег Чтобы просто Быть частью Вот этого Всего Быть частью Людей Которые Спасают Планету Типа А я купил Там В стекле Потому что Я знаю Что это Можно переработать Там Я купил Там Здесь даже Рекомендуют Вообще Знаешь Типа Со своей тарой Приходить Со своей тарой То есть Типа Представляешь Приходишь А там именно Разливают Гель для мытья Посуды Ты не покупаешь Вот эти вот Упаковки Сраные Которые загрязняют Да Планету А прям себе В стаканчик Наливаешь Гель для мытья Посуды И уходишь И ты В стаканчик Всегда используешь Вот это Считаешь Что средство Для мытья Посуды Именно гель Называется Тут просто Гель у них Для мытья Посуды Это тренд Видимо Тоже Ну вот Да Короче В натуре Вот такой прикол То есть Чтобы клиент Почувствовал Клиент Гость Почувствовал В общем Покупатель ваш Имеется ввиду Почувствовал Прямо себя Частью Чего-то Большого Что спасает мир Почему нет Эффектики Еще Еще Такой Обзатик Здесь Это Как Красиво Подоформить Все-таки Упаковочку Чтобы в натуре Казалось Что-то эксклюзивное Например Мне очень нравится Вот здесь Вот Пример С Итальянской Винодельной Беназолли Которые Тираж Сто бутылок Делают И они Реально Каждую бутылку Вручную Покрывают Фиолетовым Лаком Слушатели Просто представьте Что фиолетовый Лак Он Вручную Когда покрываешь Бутылку Он Растекается Так как хочет Абсолютно И соответственно Абсолютно Каждая бутылка Уникальна Интересный подход Просто классно Оформлен Мне нравится Что на этой Темно-темно-темно-темно-красной Бутылке Условно Ну практически На черной бутылке Фактически Вот это вот Пятно Классно растекшееся Прямо Супер решение Мне кажется Тем более для Эксклюзивного Винища Про всякие Тиснения Я уже говорил То есть В натуре Оформление Выбитые Буковки Качественная Бумага Переработанная Блин Все чтобы Классно было Это все тоже Очень круто В принципе Все В принципе Все Вывода здесь Особенно Никакого нет Премиальный бренд Должен восприниматься Как некий пропуск В элитный клуб Так же как и Премиальный дизайн Упаковки Должен не просто Украшать товар Взаимодействие С одной только упаковкой Должен дарить потребителю Уникальный опыт Написано здесь Ну слушай Я пожалуй Согласен Что Упаковка Это знаешь Как Впечатление О театре Начинается С гардероба Да Как там было С вешалки Ну ты Подожди Ты помнишь Такую фразу Конечно Я тебе и говорю С вешалки Да Да А это что означает Ну имеется ввиду Что приходишь Сразу вешаешь пальто И уходишь Вешаешь пальто Имеется ввиду Ну это Засомневался Насомневался Мне тоже Теперь Я попытаюсь Как-то загуглить Просто это именно Ну Мораль такая Что надо Чтобы все было классно Да Что все классно Что даже Это Между прочим Слова Станиславского Из письма К цеху гардеробщиков МХАТа От 23 января 33 Наш художественный театр Отличается от многих Других театров Тем что в нем спектакль Начинается с момента Входа в здание театра То есть Реально с самого начала От начала до конца В смысле что музыка у них Что все классно У них все классно И Ну то есть Это метафора Не без метафора Абсолютно То есть Имеется ввиду что Нет Спектакль начинается С входа Это что я там Уже играю в холле Что ли Или что Я не понял Ну имеется ввиду Понятно что метафора Но метафора Не на то что Короче А на то что В принципе Чувак который приходит К ним в театр У него как бы праздник Его эмоциональная составляющая Театрального представления Начинается с самого начала Как он вошел Чтобы ему кайфово было Даже уже В В гардеробе Условно говоря Ну вот Я пытаюсь Перефразировать Станиславского И говорю Что впечатление О каком-то товаре Или о бренде Начинается с упаковки Потому что Ну как бы Ты в принципе Сразу понимаешь Я вот например Очень люблю Что у компании Asus Например Там Последние два года У ноутбуков Вот такая Крафтовая коробка Коричневая С черными Именно буковками Такими Эко Ну да Она может быть Типа Эко Вот Может там По 10 детей Убивают Ради каждой коробки Я не знаю Это как бы уже У меня этих данных Причем просто так То есть не для производства Видимо А так поржать Тьфу-тьфу-тьфу Конечно Вот Но блин Оно Ощущение тоже Какой-то премиальности Классности Особенно если она Какая-нибудь Шершавая Именно там Какая-то такая Ну Интересная Ну я Я сейчас не буду У меня уже Во-первых Бензик заканчивается Чуть-чуть Во-вторых Просто я уже Не могу выразить Словами Что приятная Должна быть Короче Упаковка Коробка Я согласен Что Вот с этого Начинается впечатление И поэтому Этому нужно Уделять Большое внимание И как бы Это действительно круто Ну да Особенно если взять Например Apple Упаковки То там вообще До свидос Там сейчас Это вообще Хай-тек Я знаешь Я вспомнил Когда вышел Шестой айфон То ли как-то там Он поздно Вышел То ли что Короче там Именно на упаковке Не было Картинки айфона Там был только Оттиск Там именно Выпукла Такая часть Мне кажется Это был Понт Это в смысле Я думаю Они так Придумали Может быть Придумали Но были слухи Именно что Они до последнего Не знали Там никакая Обойка будет Дефолтная Ни как он Будет выглядеть И поэтому Партию коробок Заказали просто Вот с Оттиском Потому что Ну так сказать Силуэт Уже понятного Какой должен был быть Вот Просто Впоследствии Это ни разу Не повторялось То есть Это именно Для шестого Айфона У них так было У меня есть Такая коробка Как раз Вот И это Ну это прикольно Это круто Это круто То есть Это вспоминая о том Что у Эппл Там хай-тек Вот Был такой Не то чтобы хай-тек Но как бы Вот да Вот так вот Вот так вот Угу Ну что Будем заканчивать Давай Я на самом деле И все И замолчали И закончили Я на самом деле Сразу скажу Давай кобойки Мы же кобойки сначала Мы к ней Да Короче наобойки Опять же для слушателей У нас адаптированный Подкаст сегодня Я вижу Какой-то Такой пирс Можно сказать Такую дорожечку В воду Вдалеке горы Ну и собственно Саму воду То есть Некое озеро Я бы сказал Потому что Видно вдалеке горы Вряд ли там море Может быть Какой-то заливчик Вот Наш подкаст Это наверное Все-таки Этот пирс Я банально скажу Сегодня банальщина Абсолютно Этот пирс Темки Это вода Опять же Которую мы лили Сейчас только что Два с лишним часа Короче Все Любой слушатель Может подойти На этот пирс И Может быть Кто-то умывается В эту воду Кто-то не знаю Растегивает ширинку В эту воду Я не знаю Вот да Разные люди Кто-то пьяный В нее просто ныряет Хрен его знает Кто-то бомбочкой Кто-то солдатиком Все по-разному Может быть Кто-то голый На пляже даже есть Ух ты Да Поэтому Мы всех Мы просто всех любим Понимаешь Понимаю Я чувствую это Я не только понимаю Я это чувствую Ну и что дальше скажешь Ничего Я скажу Что наш подкаст Это горный хребет Вот этот далекий Так Вот Потому что Вот наших темок Их столько же Сколько гор Вот И они такие же Как кажется Неприступные Когда мы только Начинаем готовиться К подкасту А потом мы их Покоряем каждый раз И вы вместе с нами Уважаемые слушатели Вот Главное Чтобы перевал Дятлова Никакой здесь не попался Ну согласен Согласен Вот И тогда нормально Все будет Хочется патронов назвать Давай попробуем Я уже открыл Ну что Говори Их героев По йоде Нет никаких Попробуй Только Либо делай Либо не делай Вот я делаю Давай делай Спасибо всем нашим патронам И конкретно называем 40-долларовый патрон Макс 20-долларовый Константин Гончаров Иван Мерзавцев Антон Шувалов Ярослав Мудрый Никита Ларк 10-долларовый Дмитрий Горбач Ох-ох-ох-ох-ох Мистер Кор Михаил Палмер Графа Балмасов Время уходит Дмитрий Казарцев И Ануара Балгимбаев И 5-долларовые Здесь их уже много Титус Антон Потапенко Мэт Геннадий Хатовицкий Майкл Эрви Евгений Бойцов Иван Сухин Саша Джазов Миша Хохлов Я-Веб Илья Евсеев Антон Сэм Белов Алекс Яценко Андрей Чиг И Эльмира Халилова Также есть двое Не выбравших Пледж Но также Заносящих По 5 баксов Это Рома Фролов И Владимир Анохин Чуваки Вам всем Супер спасибо Вы крутые Да И Будьте с нами И дальше Потому что Блин Будет тупо Если вы не будете С нами дальше Мы будем грустить Согласен Согласен Абсолютно Я вообще каждый раз Грущу Как только Вижу Что кто-то Сказал Нет Нашему Патреону У нас в принципе Есть люди Которые С 2017 Года Уже Наши патроны Которые говорят Да С 2017 Года Я считаю Это Гордость Наша Просто Такие люди Их Надо на выставке Показывать На ВДНХ Целый павильон Из наших патронов Сделать Которые Так долго Уже Я надеюсь Не на собачьи Выставки Не на ВДНХ На выставке Я сейчас только что потерял Возможно Наши 299 долларов До достижений Народного Хозяйства Кстати Чуваки Кто дослушал До этого До самого Конца Скажу вам Что мы Приближаемся К нашему Первому Голу Это 300 долларов Мы как Русская Сборная Приближаемся К нашему Первому Голу Да Пешком К нему Приближаемся Так Вот И 300 долларов Когда будет Мы начнем С Никиты Прорабатывать Момент Который Собственно Здесь и прописан Процитируем Мы запишем Набор Приветственных Прощальных Роликов Чтобы вставить В подкасты Вот Будем Думать Что я тут Понаписал Когда писал Об этом Что за Приветственные Прощальные Ролики Как это Будет Выглядеть Вот И да Если вдруг Мы наберем 300 А я надеюсь Что это Все-таки Произойдет То мы Инициируем Продакшн Так сказать Этих Материалов И в какой-то Момент Они увидят Так скажем Свет И еще раз Вам всем Спасибо за Поддержку Да И тьму Увидят Я просто хотел Смешно Да Подписывайтесь На соцсетях Ставьте лайки Пишите комментарии Пишите Отзывы В айтюнсе Ставьте звездочки На всяких Господи Я твой ребус Увидел Сейчас В телеге И Я его видел Где-то Еще дня 3 Не помню Где Но где-то Видел Смешно Ладно Подписывайтесь На нас Все будет круто Увидимся Через неделю Пока Пока Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...